Друзья, перед просмотром этого ролика я попрошу вас подписаться на наш телеграм-канал. Ссылки в первом комментарии. Всем привет! Сегодня не будет трэша, не будет каких-то дополнительных новостей. Сегодня я хочу просто поднять вопросы, которые накопились у нас на канале. Так что, если вы пришли сейчас за трэшем, выключайте ролик, ждите, скоро выйдет довольно интересный материал. Итак, начнем. И первое, что я хотел с вами обсудить, это медицина. Что происходит в Минздраве? Был у меня ролик по медицине, вы все его помните. Я, проводя опрос в городе, встретил одну женщину, которая сказала, что в больнице некий врач сказала ей, что больница тебе не санаторий, поэтому иди гуляй. Мне не дали инвалидность, я два раза пыталась. У меня это больница соединительная ткань, очень сложная больница. И очень много, где-то процентов 60 расходов пенсии, значит, на лекарства. Да, очень много. У меня очень дорогостоящие лекарства. Я должна два раза в год ложиться в больницу, но мне в прошлом году сказала врач, который меня вот уже последние три года лечит, она говорит, это вам не санаторий, чего этого быть, я говорю, с моим заболеванием мне прежний врач, вот так, значит, я в этом году. А как у врача зовут? Я не знаю, как зовут. А какая поликлиника в больнице? В Горохово. В Горохово? В больнице в этом, в Сельмашевске. На Сельмаши, да? Да. А как у вас зовут? Кладли Александровна. Ролик вышел, и естественно, конечно же, врачи отреагировали, и этот врач, женщина, связалась со мной с просьбой удалить ее фотографии. И все бы ничего, в нашем разговоре шла речь о том, что задета ее честь, достоинство, и, в общем, канал общества Гомель ее очень сильно обидел. И мы, в общем, начали общение, я начал интересоваться, знает ли она эту женщину, на что получил ответ, что нет, я эту женщину не знаю и не знала. После этого разговора я принял решение заблюрить фотографию. Я заблюрил и отписал, что, уважаемый врач, ваша просьба удовлетворена, обязательно расскажу на канале об этом недоразумении и принесу свои извинения. На следующий день поступает звонок, и это же врач говорит, я хочу, чтобы вы еще удалили целый кусочек видео, где фигурирует моя фамилия. Фотографии нет, а фамилия, имя? Слушайте, ну а как это? Слушай, а это невозможно сделать. Как это сделать? Ну почему это невозможно сделать? Вы вчера пообещали, чтобы… В вашей фотографии нет. Мне придется обращаться в правоохранительные органы, вы понимаете? Послушайте, я вам сейчас объясню. Я вам сейчас объясню, чтобы вы хорошо понимали. Ваши правоохранительные органы на данной ситуации могут заниматься только вопросом того, что человек жалуется, да чем чем должны я же не знаю кто из вас врёт разговор закончился в течение дня звонит это врач и говорит моя пациентка моя пациентка это женщина с опроса сидит напротив меня да 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 она ошиблась фамилия и на общество больница ко мне никаких претензий не имеет она это в письменной форме написала вот она сейчас у меня ее фамилия бедри клавдия александровна ну давайте трубку доброе утро добрый как у вас дела да все нормально пошел пошел какой-нибудь процесс скажите менять я к доктору поэтому никаких претензий я никогда не имела не имею нам не лечила согласно послали диагноз а кто вам тогда сказал о том что вы говорили видимо знаете видим как-то ошиблась и собственно сейчас не могу сказать алло артем вот я ее нашла помните вы мне говорили если все будет хорошо вы это удалите слушайте ну вы там это посодействуйте с лечением ночью если есть возможность у нее претензий абсолютно никаких нету она ложится когда ей нужно ее мы ее лечим не волнуйтесь я ее знаю уже много лет я просто крайне была удивлена некоторыми нюансами вот это вот этого видео уже она лечащий врач женщина на опросе ничего не перепутала действительно она лечится у нее уважаемый врач моих слов в ролике не было но рассказать о данной ситуации я обещал как обещал так и поступил а вы дорогие зрители делайте вывод самостоятельно друзья а я попрошу подписаться на канал так как более 50 процентов наших постоянных зрителей не подписаны на канал поверьте сутки вам не дадут и статью не пришьют за то что вы подписаны на наш канал но это не точно второе мы проводили розыгрыш на канале спортивного питания и power ребята победителя мы выбрали вот где-нибудь вот здесь мы его ставим приходите в зал заберите свой подарок сделать фотографию пришлите нам хотел рассказать еще одном случае буквально недавно депутаты организовывали праздник для детей особенных детей это те депутаты которые помогали парню с ограниченными возможностями покупать аккумулятор кто смотрел у меня на канале ролик миша привет все прошло хорошо праздник закончился но все хорошо не бывает нашелся один неравнодушный человек который написал жалобу на то что в парке на пляже на той стороне сажа шумели дети и играла музыка парня этого зовут александр николаевич александр николаевич вы конечно активист молодец но когда касается вопрос детей да еще в таком месте где стоит кафе не позорились бы вы мне очень стыдно что люди не видят грани где жаловаться а где кляузничать вот как раз мы подошли практически к тому месту где планируется застройка власти запланировали там застройку многоэтажных домов и мы хотели сказать вам что канал общество гомель тоже против этой застройки собралась группа в вайбере против этой застройки поэтому ссылку я ставлю в описании кто может чем-то помочь поставить подпись либо какой-то информации помочь переходите по ссылке в описании нужно отстаивать зеленую зону сейчас я вам покажу кусочек видео какое именно место они планируют застроить почему люди протестуют против этой застройки дело в том что здесь болото и строительство в данном месте будет довольно дорогим второе люди не верят властям и не доверяют то есть то что декларируется там в данном этапе это одно то что получится по факту это совершенно другое поэтому люди не верят очень яркий пример рынок пятачок на вокзале кто знает которые реконструировали если вы посмотрите документы декларировали одно суммы инвестиций были одни по факту совершенно другое причем обращу внимание что высоту зданий которые планировали на этом месте застроить никак не соответствовало нормам и заведомо можно было понимать что это невозможно реализовать так как рядом стоит пятиэтажный дом поэтому я вам точно скажу что люди не доверяют просто не верят этому у людей есть предложение предложение как заменить постройку сделать детские площадки велодорожки места для отдыха поставить какие-то кафе и так далее и тому подобное я думаю инвесторы найдутся люди которые заинтересованы поставить в людном месте какие-то свои кафетерии какие-то свои бизнес идеи реализовать люди найдутся вместо того чтобы срубать вот всю эту зелень я вам сейчас покажу вот всю вон ту зелень люди предлагают реализовывать проекты с сохранением этой зелени так как она одна единственная в близлежащем районе поддерживаем людей переходим по ссылке друзья канал общество гомель и я мы все вместе нас много поддерживаем акцию канала мозга он включи мозг против повышения цен на топлива решаем ленточку красную на автомобиль и участвовал в таком большом флешмобе показываем свой протест выражаем свою гражданскую позицию не оставайся в стороне есть для вас информация которая для нас очень важно а лично для меня мой друг близкий друг открыл и п по строительству по строительству крыш фундаментов и разных мелких работ поэтому если вам в городе гомеля необходимо сделать какую-либо работу обращайтесь по телефону который вот будет где-нибудь здесь звоните пока